Четверо Евангелия Четверо Евангелия Четверо Евангелия Четверо Евангелия Четверо Евангелия из-за того особенного языка, на котором Евангелие от Иоанна написано. Что еще мы можем сказать по поводу авторства? В самом Евангелии 4, как это ни странно, тоже не сказано, что автором его является Иоанн. Но неоднократно упоминается тот ученик, которого любил Иисус. Вот он и является автором этого Евангелия. Поскольку, опять же, согласно и евангельским текстам, и особенно 4 Евангелию, мы знаем, что любимым учеником нашего Господа был апостол Иоанн Богослов, то здесь мы можем смело ставить знак тождества между им и любимым учеником. Предание церкви говорит нам о том, что Иоанн уже на практически возрасте, который вышел давно за пределы обычного человеческого долголетия, чувствуя близкую кончину, созвал своих учеников и выразил такую просьбу, чтобы его заживо погребли в пещере погребальной, что было и сделано. Но через несколько дней, когда открыли склеп, в котором находилось тело Иоанна, оказалось, что там ничего нет. Только благоухание, только благовонная мира разносилось и согревало сердца людей, присутствующих при открытии этой пещеры. Интересно, что концовка четвертого Евангелия в определенном смысле подтверждает правомощность такого странного, но и, конечно, загадочного предания о кончине апостола Иоанна Богослова. Мы читаем в самой последней главе, когда воскресший Господь восстанавливает в апостольском достоинстве апостола Петра. Наверное, слушатели и зрители знают это повествование, поскольку оно читается на всеночных бдениях под воскресный день. Апостол Петр оборачивается вспять и видит ученика, который идет вслед за ним, тот, которого любил Иисус. И Петр спрашивает Господи, а что будет с ним, или сей же что по-славянски. И вот Господь отвечает, аще хочу, то и прибывает. Донди же приду, что к тебе, ты по мне гряди. И евангелисты оговариваются сразу, что слово в братью пошло, что ученик этот не умрет. Но не сказал Господь, что ученик сей не умрет, но если я хочу, тот будет пребывать до тех пор, пока я не приду. Вот это, с одной стороны, загадочность, а с другой стороны, конечно, косвенное утверждение, что очень долго-долго проживет ученик, которого любил Иисус. Иисус в каком-то смысле говорит нам о том, что правомощно и предание, ну и заставляет рассуждать все-таки, как апостол Иоанн может пребывать до тех пор, пока Господь не придет. В этой связи интересно заметить, что вот в апокалиптических чаяниях нашей православной церкви имеется предание о том, что вот одним из тех двух пророков, которые будут посланы на землю, чтобы сразиться с Антихристом, может, будет и Иоанн Богослов. Претерпит уже физиологическую смерть от рук Антихриста, ну а потом уже будет воскрешен непосредственно вместе со всеми для всеобщей блаженной жизни. Вот то, что интересного мы знаем об авторе 4 Евангелия. Ну, адресат здесь, по всей вероятности, тоже в предании, который зафиксировал Евсевий Памфил, очень четко зафиксирован. Это эфесские христиане, то есть это эфесс, но мы должны понимать, что рубеж первого и второго веков, когда писалось Евангелие, обычно ставят диапазон от 98 до 102 год, это все-таки уже эпоха развития и расцвета гностицизма, когда появлялись очень серьезные вызовы церкви, которые пытались, конечно, дискредитировать самое главное учение о том, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог. И, может быть, не случайно, в конце своего Евангелия Иоанн эту цель очень четко обозначит. «Съезжие все писано, чтобы вы имели веру в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верующие в это жизнь вечно имели». Это 20 глава, 30-31 стих по Евангелию от Иоанна. Конечно, не могло поэтому получиться у Иоанна по-другому, чтобы язык этого Евангелия был достаточно серьезно подгружен языком таких догматических, можно сказать, положений и позиций. Это действительно непростой, это сложный язык, но на этом языке Иоанн вынужден был богословом или лже-богословом того времени давать ответ. Относительно, конечно, времени написания, если вспоминать ту упоминаемую рационалистическую школу конца XVII, XVIII, начала XIX веков, то, конечно, высказывались предположения, что Евангелие могло быть написано где-то, ну, самое, наверное, раннее, в середине II века, а то чуть ли не в начале III века. И вот причиной такой точки зрения, конечно, служило то, что материал, который в Евангелии от Иоанна имеется, в сравнении с материалом так называемым синаптическим, то есть то, что мы имеем по первым трем Евангелиям, он, ну, не просто другой, он буквально противостоит тому материалу. Ну, и, соответственно, возникает вопрос, где истинная, а где неистинная евангельская история отражается, в первых трех Евангелиях или же в четвертом Евангелии. Но вот этот вопрос или такая постановка вопроса, она, конечно, возникает только у того, кто не принимает предания. А для человека предания принимающего мы, соответственно, и не видим здесь никакой проблемы. И все Ви Пампелл неслучайно акцентируют внимание наше на том, что Иоанн в дополнение к первым трем написал свое четвертое Евангелие. Мы говорим, Иоанн сознательно не вписывал то, что уже вошло в первые три Евангелия. Именно этим мы сможем объяснить, пожалуй, то, что в этом Евангелии мы не найдем таких важных событий евангельской истории, краеугольных событий, как, ну, помимо Рождества Христова, если мы касаемся дней общественного служения, то это, конечно, крещение Господне, это, конечно, искушение Иисуса Христа в пустыне от дьявола, преображение Господне. Как ни странно, в четвертом Евангелии мы не найдем описание того, как таинство Евхаристии было установлено. Хотя в четвертом Евангелии описывается непосредственно тайное вечеря, но само установление таинства Евхаристии мы, к сожалению, в четвертом Евангелии не видим, не находим. Относительно других особенностей Евангелия от Иоанна, о которых мы уже вот невольно начали говорить, конечно, поскольку Евангелие получило наименование уже в Древней Церкви Духовное Евангелие, то, естественно, первое, о чем мы можем сказать, оно делает серьезный акцент на божественном достоинстве нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Пролог сам по себе, который открывает четвертое Евангелие, мы знаем, что это так называемое пасхальное, литургическое зачало, то есть важность его очень сложно переоценить. Вот пролог ставит знак равенства между Богом и между Иисусом Христом. Первые 18 стихов, которые начинаются со слов «В начале было слово, и слово было к Богу, и слово было Бог». Затем в 14 стихе будет сказано, что слово «плоть бысть» или слово «стало плотью», затем будет уже в конце практически пролога сказано, что единородный, который воплотился, он и есть Господь наш Иисус Христос. То есть вот это одно из важнейших утверждений евангельских, именно непосредственно священного Писания о том, что Иисус Христос является истинным Богом. То, что касается свидетельства о своем божественном достоинстве Иисус самого Христа, оно действительно чаще всего находится в четвертом Евангелии, и несмотря на то, что все-таки это косвенные свидетельства, а высказывались они спасителям вот в тех, ну что ли, дискуссиях противостояния его с иудеями, где ему постоянно ставился на вид то, что он богохульствует в силу того, что усваивает себе божественное достоинство. Вот те свидетельства, которые мы имеем, они для верующего человека являются, конечно, крайне важными. Как пример, здесь можно было бы сослаться, например, на пятую главу Евангелия от Иоанна. Событие, которое открывает пятую главу, это исцеление расслабленного лежащего 38 лет при овчей купели. Поскольку это событие случилось в субботний день, то в данном случае Евангелие говорит о том, что иудеи, наблюдавшие за этим исцелением, взялись за камни для того, чтобы побить или убить Иисуса, поскольку он нарушал субботу, разорял субботу. И вот в том ответе, который на их претензию Господь высказывает «Отец мой доселе делает, и я делаю», или же даже можно дословно перевести «Отец мой доселе работает, и я работаю», вызывает реакцию у иудеев следующую. Они вновь, говорит Евангелие, берутся за камни, чтобы погубить Иисуса, потому что он не только разорял субботу, нарушал субботу, но еще и себя Сыном Божиим творил. Вот в данном случае мы видим, что несмотря на то, что Спаситель очень косвенно о себе здесь выражается, они очень четко понимают, что он имеет в виду. Господь здесь утверждает свое равночестие с Богом Отцом. Ну, еще, может быть, один пример, тоже достаточно важный. Это 10 глава Евангелия от Иоанна, это притвор Соломонов, так называемый, когда иудеи, уже пышущие, дышущие злобою, ненавидящие Иисуса Христа, понимающие, что он все больше и больше людей уводит за собой, они теряют духовную власть над людьми, окружают его и, по сути дела, в лоб спрашивают, задают вопрос, ставят ребром. «Доколе души наши в землише», по-славянски это очень звучно и сочно звучит, «доколе души наши в землише, ты ли Христос, сердцы нам не обинуйся?» Вот так они говорят, и вот то, что отвечает им Господь, там много достаточно выражений, которые в контексте вот рассматриваемой нашей подтемки могли бы быть приведены, но одно из выражений звучит так, «Аз и Отец, единые сма», то есть Отец и Я едины или одно. Вот в данном случае, с моей точки зрения, это гиперважное свидетельство того, что Иисус Христос есть истинный Бог. Итак, мы можем сказать, что да, одна из главнейших особенностей Евангелия от Иоанна, это акцент на том, что Иисус Христос является носителем божеской сущности. Вторая особенность, о которой мы уже упомянули, но мне кажется, можно еще раз здесь об этом сказать, то, что это Евангелие дополняет первых три или иными словами, в Евангелии от Иоанна намеренно в Четвертом Евангелии чаще всего не говорится о том, о чем первых трое уже сказали. Третья особенность, о которой тоже можно было бы заметить, это то, что Четвертый Евангелие восстанавливает евангельскую хронологию. Вот несмотря на все то, что мы знаем по Евангелию от Луки, то есть то, что Евангелист Лука по тщательным исследованиям описывает все по порядку и дает, ну, скорее всего, ту хронологическую последовательность событий, которая имелась в евангельской истории, Евангелист Иоанн здесь перед нами дает очень четкую евангельскую непоследовательность хронологическую, а именно хронологию. То есть в его Евангелии мы найдем несколько важных хронологических координат, которые дадут нам возможность утверждать, что общественное служение Христа Спасителя длилось 3,5 года. На самом деле, если мы рассмотрим первых три Евангелия и по ним попытаемся установить, сколько длилось общественное служение Спасителя, то, к сожалению, мы вынуждены будем признать, что оно длилось не более полутора-двух лет, поскольку там мы не найдем важных хронологических координат. А вот в Евангелии от Иоанна упоминается четырежды о празднике Пасхи, который, как мы понимаем, бывает только раз в год, и вот о четырех разных праздниках Пасхи в 4 Евангелии мы имеем упоминание. Первое упоминание это будет во 2 главе 23 стихе, второе упоминание это 5 глава 1 стих, третье упоминание это 6 глава 5 стих, и четвертое упоминание 11 глава 54 стих, собственно, это та Пасха, в которую Христос пострадал. Мы понимаем, что между четырьмя праздниками Пасхи содержится три года, и половина года берется от пустыни искушения до начала общественного служения, до так называемой первой Пасхи, Пасхи с Никодимом. Вот, иными словами, три с половиной года, о которых мы знаем, как в годах общественного служения нашего Спасителя, мы берем не из предания, а непосредственно из Писания. Ну и осталось нам сказать несколько слов о символе этого Евангелия, хотя, конечно, я думаю, интуитивно каждый из нас понимает, почему символом этого Евангелия является орел. С одной стороны, конечно, это птица самая мощная, самая могущественная в, ну, если можно так сказать, в царстве птиц, то есть через это бесспорно указывается на всемогущество или на божественность Христа Спасителя, но с другой стороны, орел, конечно, это птица, которая способна залетать на высоты запредельные для птиц обычных, и с высоты наблюдать за тем, что происходит на земле, ну и принимать какие-то определенные решения. Ну, иными словами, этот символ усвоен четвертому Евангелию в силу того, что то, что оно дает человечеству, то, что оно открывает перед человечеством, это действительно есть неизреченная высота или глубина духа, то есть то, что на языке церкви называется божественным откровением. Те положения догматические о Боге, которые мы выносим, о человеке, благодаря четвертому Евангелию, это откровение. Человеку самому вывести это каким-то образом, логически рассуждая над тем, что мы имеем или в Писании, или наблюдаем за миром, представляется практически невозможным. Именно поэтому мы говорим о том, что символом четвертого Евангелия является орел. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...